Всем привет! Меня зовут Евгений Боровин и за последние полгода я вывел качество своих фотографий в инстаграм на более высокий уровень. В связи с этим начали поступать вопросы об используемой технике и секретах снимков. Хорошая новость заключается в том, что это руководство подойдет не только для профессионалов в мире муховязания, но и также для новичков, у кого в арсенале всего лишь один только телефон. В этом руководстве я решил передать весь свой накопленный опыт за последние 4 года, поэтому готов содержательно осветить данную тему. В данном руководстве мы с вами рассмотрим следующие блоки. Фотосъемка на телефон с использованием вспомогательных инструментов, обзор основных приложений для обработки фотографии, фотосъемка на фотоаппарат и подбор техники, тонкости видеосъемки, подбор света и фона. И начнем мы с вами с блока номер 1, фотосъемка на телефон. Большую часть своих работ я фотографировал на телефон iPhone 6s с использованием макролинзы. Как видите, достаточно крупная макролинза, состоит она из двух частей, это широкоугольная линза, она нам не понадобится. И чуть поменьше сама макролинза. Вот так она выглядит на телефоне, достаточно крупная, более мелкого размера нам макролинзы не подойдут, потому что они будут искажать картинку по краям. Увеличение данной линзы варьируется в пределах 10-12,5 крат. Цена на различных маркетплейсах от Алиэкспресса до Амазона в пределах 500-1500 рублей. Поэтому приобрести такой девайс не заставит труда. Также нам понадобятся следующие девайсы, такие как Lightbox и система фотографирования. Касаемо Lightbox, это мой первый вспомогательный девайс. Вис достоинств, это относительно низкая цена, но он также имеет свои недостатки. Это громоздкость и недостаточность ощущения. Но тем не менее, это достойный девайс для начинающего. Способ подачи мушки может быть также разным. Кто-то фотографирует на камне, кто-то на пробке, кто-то на перьях. Ну а я вам продемонстрирую свои варианты композиции. Начнем с самого простого, с фотографии на черном фоне. Для этого нам потребуется кусок фольги, как дополнительный источник света. Так как я ранее упоминал о главном минусе Lightbox'а, недостаточное освещение. Поэтому фольга будет отражать свет и помогать освещать мушку по контуру. Кладем фольгу, подгибаем немного спереди, чтобы свет отражался прямо на мушку. И подпираем любым предметом, чтобы фольга была в одном положении. Устанавливаем предмет, любой для того, чтобы мушка была повыше. И устанавливаем саму мушку в перодержателе. Берем телефон, устанавливаем макролинзу. Включаем камеру. Разрешение выбираем квадратное, так как в основном в инстаграме у нас фотографии все квадратные. Поэтому мы и выбираем квадрат. Выбираем на более удачный ракурс, по вашему мнению, мушки. Наводим телефон на мушку. Фиксируем фокус. И уменьшаем экспозицию. Делаем фотографию более темной. Затем движениями вперед-назад ловим фокус на теле мушки. И делаем снимок. Далее производим обработку фотографии в приложении. Для обработки фотографии нам потребуется несколько приложений на телефоне, такие как Snapseed и Photoshop Express. Приступим к обработке фотографии. Открываем приложение Snapseed. Открываем нужную для обработки фотографию. Начнем с инструмента коррекции. В пункте меню инструменты. Открываем инструменты. Выбираем коррекцию. В данном инструменте мы можем отредактировать такие параметры, как яркость, контрастность, насыщенность, световой баланс, светлые и темные участки, а также тепло. Начнем с яркости. Для того, чтобы наша мушка стала более светлой, добавим яркость, но так, чтобы сильно не высветлить задний фон. Далее переходим во вкладку контрастность. Чуть-чуть добавляем контрастности, чтобы затемнить фон, но при этом не перестараться сделать темный мушку. Затем переходим во вкладку цветовой баланс. Также добавляем яркость у мушки. После переходим во вкладку тепло и в данном случае убираем желтизну фотографии путем уменьшения тепла. И во вкладке насыщенность добавляем насыщенность фотографии. После всех проделанных операций нажимаем на галочку и подтверждаем выбранные настройки. Как вы заметили, фон недостаточно темный и черный. Для этого нам надо уменьшить яркость фона. Это делается при помощи такого инструмента, как точечная коррекция. Переходим в инструменты, выбираем точечная коррекция. Далее выбираем точку с краю на черном фоне и корректируем влазь выделения, стараясь не заходить на мушку. И убираем яркость. Нажимаем подтвердить. Данную операцию мы повторяем до тех пор, пока нас не устроит результат. В данном приложении также можно смягчить картинку с помощью инструмента блеск софита. Переходим в вкладку инструменты и выбираем блеск софита. Настраиваем сияние под ваш вкус. Редактируем тепло и насыщенность. Подтверждаем настройки. Фото мушки отредактируем. Смотрим результат до и после. Сохраняем фото. Для тех, кто хочет удалить с фото пиродержатель, потребуется приложение Photoshop Express. Открываем приложение. Выбираем требуемую фотографию. Переходим во вкладку «Восстановить». Выделяем область спиродержателя. Выключаем наложение. Перемещаем. И нажимаем сбоку на фотографии. Повторяем операцию до тех пор, пока не уберем пиродержатель с фотографии. Сохраняем фотографию. Готово. Для построения следующих двух композиций нам потребуется мушка, зафиксированная на ножничках. Для этого кладем ножички на край стола либо на край предмета, чтобы у нас было расстояние снизу. Выдавливаем капельку ОФ-геля на поверхность, которую нам не жалко. Берем мушку в пинцет и дабинговой иглой наносим немного ОФ-геля на крючок. Подносим крючок к точке крепления, а именно кончики ножниц. Касаемся ОФ-гелем ножничек и фонариком фиксируем в данном положении нашу мушку. Первая композиция на седле на седле курицы. Кладем седло, кладем ножницы, регулируем угол, если требуется. Ставим фольгу, добавляя свет. Берем телефон, устанавливаем макролинзу на камеру. Включаем камеру. Выбираем опять квадратный режим. Подбираем более удачно по вашему мнению ракурс мушки. Нажатием пальца фиксируем фокус и уменьшаем экспозицию. Но в данном случае сильно уменьшать не стоит, чтобы не терять яркость самой мушки. Затем движением вперед-назад ловим фокус на теле мушки. Делаем фотографию. Далее обрабатываем фотографию в приложении. Открываем приложение Snapseed. Выбираем фотографию. и производим коррекцию по аналогии с предыдущей фотографией. Выбираем инструменты, коррекцию, добавляем немного яркости, добавляем немного контраста, добавляем немного светового баланса, и добавляем Убираем немного тепла и добавляем насыщенность. Принимаем настройки, нажимая галочку. для редактирования заднего фона выбираем вкладку инструменты точечная коррекция. Нажимаем на заднем фоне черном, регулируем зону коррекции и уменьшаем яркость. Повторяем данную операцию до тех пор, пока нас не устроит задний фон. Далее добавим блеск софита. Переходим во вкладку инструменты, блеск софита, выбираем уровень сияния, уменьшаем тепло и добавляем яркости, точнее насыщенности. Принимаем настройки. Далее сохраняем фотографию в галере. Также можем посмотреть фотографию до и после. Пример второй композиции на катушке ниток. Устанавливаем катушку ниток ножницы. Также подкладываем фольгу для большей освещенности. Берем телефон, макро-линзу, включаем камеру, подбираем удачный кадр, но не забываем перевести в квадратный формат фото. Подбираем удачный кадр, фиксируем фокус и уменьшаем экспозицию. Здесь можно уменьшить уже побольше. Движением вперед-назад ловим фокус на теле мушки. Фотографируем. Далее обрабатываем фотографию в приложении. Открываем приложение Snapseed выбираем нашу фотографию и редактируем по аналогии с предыдущим фото. Выбираем вкладку инструменты коррекция яркость добавляем яркости добавляем немного контраста выбираем световой баланс добавляем немного света убираем тепло и добавляем немного насыщенности жмем галочку для подтверждения настроек далее нам остается затемнить задний фон все это делается точно так же как и в предыдущих редакциях фотографий выбираем вкладку инструменты точечная коррекция нажимаем на задний фон выбираем область редакции и уменьшаем яркость нажимаем галочку и повторяем данную операцию до тех пор пока нас не устроит задний фон далее добавляем блеск софита выбираем вкладку инструменты блеск софита выбираем уровень сияния можем немного убрать тепла и добавить немного насыщенности выбираем галочку подтверждаем наши настройки сохраняем фотографию в галилею и смотрим фотографию до и после для меня на данный момент более предпочтительным вариантом является система фотографирования из плюсов мобильность компактность отлично круговое направленное освещение обширное количество вариаций подачи кадров из минусов отметим чуть более высокую цену относительно лейтбокса из чего состоит система фотографирования основное конечно же это кольцо кольцо с двумя уровнями освещения расположенными по внутренней части кольца в этом заключается особенность этой системы ну а далее все гениально просто наше кольцо устанавливается на струбцине к столу питание кольца производится от usb также в комплект входит фон с держателем и различное количество подставок для презентации мушек от круглых до квадратных а также вращающая система о которой мы поговорим в следующем блоке ну а сейчас я предлагаю более детально рассмотреть как это все выглядит в работе первое с чего мы начинаем это с установки фона на расстоянии примерно 15-20 сантиметров от мушки мушка фиксируется на кольце и все что нам остается сделать это красивый кадр выбираем квадратную фотографию наводим камеру на мушку фиксируем фокус и уменьшаем экспозицию делая более темную фотографию движением вперед-назад ловим фокус на теле мушки делаем фотографию получившуюся фотографию обрабатываем в приложении предлагаю вам рассмотреть еще один интересный вариант подачи кадров заменим установку на площадку покрытие площадки выполнено из пробкового дерева заранее я подготовил вариант мушки на ножницах просто кладем на площадку берем нашу камеру и делаем снимок переводим в квадратный формат выбираем удачный кадр фиксируем фокус уменьшаем экспозицию движение вперед-назад ловим фокус на теле мушки делаем снимок получившуюся фотографию обрабатываем в приложении открываем приложение Snapseed выбираем нашу фотографию и приступаем к обработке выбираем инструменты коррекция добавляем яркость добавляем немного контраста добавляем светового баланса выбираем немного тепло и добавляем насыщенность нажимаем на галочку и подтверждаем наши настройки далее нам требуется затемнить фон выбираем инструменты точечная коррекция выбираем точку на заднем фоне черном выбираем область редактирования и убираем яркость подтверждаем настройки повторяем данную операцию до тех пор пока нас не строит задний черный фон далее переходим в вкладку инструменты выбираем блеск софита выбираем интенсивность сияния можем немного убрать тепла немного добавить насыщенности и применить настройки сохраняем нашу фотографию в галерее посмотрим на нашу фотографию до и после освоив эти несложные приемы вы с легкостью можете получить качественные снимки на телефон теперь перейдем с вами к фотографированию на фотоаппарат здесь задача немного усложняется так как нам потребуется изучение основных параметров съемки таких как ISO выдержка диафрагма я не буду более подробно остановиться на этих понятиях так как о них вы можете узнать более подробно из обучающих роликов на ютубе поэтому я рекомендую вам поставить мое видео на паузу и ознакомиться с ними более подробно самим а я покажу на какой технике остановил свой выбор я долго изучал фото технику перед тем как купить свою первую фотокамеру брал консультацию профессионалов я остановил свой выбор на камере сони альфа 6400 с китовым объективом 16-50 мм и светосилой 3.5-5.6 также я до комплекта купил макрокольцо 10 мм с переходниками для того чтобы наша линза стандартная китовая работала в полном объеме и макролинзу лао 65 мм с светосилой 2.8 далее я более подробно остановлюсь и расскажу почему я выбрал именно этот комплект а сейчас перейдем к настройкам которые использую я сам в фотографировании мушек для фотографирования мушек на фотоаппарат я использую всего лишь две композиции первая композиция мушка на черном фоне вторая композиция мушка на ножницах на подставке из пробкового дерева итак устанавливаем фон устанавливаем мушку и переходим к настройкам фотоаппарата для начала выставляем формат фотографии один к одному то есть квадрат для получения глубины резкости то есть гриб я закрываю диафрагму примерно до 11 16 как вы видите картинка потемнела то есть у нас попало мало света в объектив при закрытой диафрагме затем выставляем выдержку минимум 1 к 30 меньше ставить не стоит так как появятся шумы на картинке больше ставить тоже не вариант потому что у нас пропадает свет дополнительно уже к закрытой диафрагме следующим этапом выставляем iso чувствительность матрицы выставляем примерно 100 640 обращаем внимание на то как выглядит картинка достаточно освещена она или нет если фото получится чуть темнее то это не страшно добавить яркости можно в приложении для того чтобы фото не получилось смазанным выставляем задержку срабатывания затвора на 5 секунд затем делаем окончательную фокусировку на теле мушки и делаем фотографию проверяем резкость фотографии для более детальной фотографии тела мушки двигаю фотоаппарат ближе к объекту с теми настройками и произвожу фокусировку как видите из-за максимального приближения объектива происходит потери света поэтому нам понадобится дополнительный источник света качестве дополнительного источника света я использую небольшую светодиодную панель с регулируемой яркостью и теплотой света панель питается от аккумулятора заряда хватает надолго цена такой панели варьируется в пределах 1000-2000 рублей также доступна на различных маркетплейсах типа aliexpress и amazon произвожу окончательную фокусировку и произвожу снимок проверяем резкость получившейся фотографии качестве второй композиции я использую столик с покрытием из пробкового дерева и мушку на ножницах также по аналогии выполняем настройку параметров от аппарата выставляем формат фотографии один к одному квадрат для получения больше глубины резкости закрываем диафрагму до значения 1116 выставляем выдержку один к тридцати настраиваем чувствительность iso в пределах 100 640 выставляем задержку срабатывания затвора на 5 секунд производим окончательную фокусировку на теле мушки делаем снимок проверяем резкость фотографии получившиеся фотографии обрабатываем в приложении открываем приложение снэпсит выбираем нашу фотографию и приступаем к редактированию открываем вкладку инструменты коррекция добавляем яркости добавляем немного контраста добавляем немного светового баланса убираем тепло и добавляем насыщенности нажимаем галочку и подтверждаем наши настройки далее мы редактируем задний черный фон выбирая вкладку инструменты точечная коррекция нажимаем на области фона черного выбираем область редактирования и уменьшаем яркость нажимаем галочку и повторяем данную операцию до тех пор пока нас не устроит задний черный фон далее мы можем добавить блеск софита переходим во вкладку инструменты блеск софита выбираем степень сияния можем немного убрать тепла и немного добавить насыщенности нажимаем галочку и подтверждаем наши настройки сохраняем нашу фотографию в галерею смотрим фотографию до и после и приступаем к редактированию выбираем вкладку инструменты коррекция добавляем яркость немного контраста добавляем светового баланса убираем немного тепла и добавляем насыщенность нажимаем галочку подтверждаем наши настройки далее редактируем задний темный фон выбираем вкладку инструменты точечная коррекция нажимаем на область черного фона регулируем область корректировки и уменьшаем яркость нажимаем галочку подтверждаем настройки повторяем данную операцию до тех пор пока нас не устроит задний фон сохраняем нашу фотографию в телефон также смотрим на нашу фотографию до и после для того чтобы убрать передержатель с фотографией нам потребуется другое приложение открываем приложение photoshop express выбираем нашу фотографию выбираем функцию восстановить выключаем наложение и выбираем область передержать и нажимаем на свободную область фотографии повторяем данную операцию до тех пор пока не удалим полностью с фотографии передержатель готово сохраняем нашу фотографию вот мои планы подобрались к видеосъемке ранее я уже упоминал о выборе данной модели фотоаппарата и сейчас более подробно мы остановимся почему именно эта модель так как видеосъемка у нас ведется от себя следовательно решающим фактором выборе камеры является компактность а следовательно речь идет о системных фотоаппаратов также важными характеристиками данной модели являются возможность записи видео в 4к формате длительность видеозаписи не ограничена и есть возможность подзарядки фотоаппарата по сети во время видеосъемки если вы хотите снимать с положения на себя то здесь гораздо проще вам будет подобрать фотоаппарат так как здесь можно использовать даже зеркальную фотокамеру ну а зеркальная фотокамера мы с вами знаем особой компактностью не отличаются хорошая новая заключается в том что для видеосъемки нам потребуется стандартный китовый объектив и дополнительное макро кольцо 10 миллиметров для сию видеосъемки мелких мушек начиная от 18 номера здесь конечно нам потребуется макро линза но мы с вами в основном для видео вяжем на 14 номере и более то комфортно работать будет конечно со стандартным китовым объективом вернемся китовым объективом для видеосъемки на китовый объектив нам потребуется макро кольцо 10 миллиметров и обратите внимание макро кольцо должно иметь электрические контакты для того чтобы все функции линзы были у нас активны при использовании данного девайса у нас теряется светосила следовательно вам стоит позаботиться дополнительном источники постоянного света в виде светодиодной панели которой я уже говорил ранее и софтбоксе теперь более подробно остановимся на выборе фона по моим наблюдениям темный фон выглядит более выигрышно самый простой способ создания фирменного стиля лежит через подбор определенного цвета фона для дальнейшей ассоциации пользователей сети с вами а также данную цветовую гамму можно использовать при создании логотипа и фирменной продукции яркие примеры барри орд кларк и дэви макфей я использую фон градиент который многим понравился на самом деле это обычный фон распечатанный на матовой бумаге формата а4 за 35 рублей такой плавный переход из одного цвета другое нам обеспечивает легкое размытие заднего фона при фокусе на мушке обычным глазом фон выглядит довольно грубо сейчас вам расскажу все более детально и поэтапно для фиксации камеры на столе нам потребуется струбцина от тисков абсолютно любая какая у вас будет фиксируем струбцину на краю стола обратите внимание на камеру же установлено макрокольцо фиксируем камеру на штанге фиксируем примерно на уровне крючка губках тисков устанавливаем дополнительный источник света в виде светодиодной панели выставляем тиски выставляем фон позади тисков и приступаем более детальной настройки нашей фотокамеры включаем фотоаппарат настраиваем дисплей так и вам будет удобно во время видеосъемки выбираем режим видеосъемки делаем фокус на расстояние в пределах 40 50 миллиметров включаем освещение обязательно выбираем ручной режим фокусировки а также выбираем ручные настройки экспозиции затем для увеличения глубины резкости закрываем диафрагму до значения 14 16 выставляем выдержку 1 к 50 выставляем чувствительность матрицы примерно 640 в ручном режиме настраиваем фокусировку на крючке и производим видеосъемку данная инструкция является лишь одним из многочисленных вариантов выбора настроек я сформировал базу опираясь на которые вы сможете подобрать свои настройки в зависимости от техники света и таким образом подобрать свой стиль и подачу я постарался максимально сжато информативно осветить вопрос фотографирования и видеосъемки мушек надеюсь я был полезен и каждый из вас подчеркнет что-то новое из данного видео и поднимет свои навыки фотографирования на более высокий уровень всем спасибо за внимание